Городские проблемы должны решаться с помощью самих граждан, считает бывший профессиональный картежник Максим Кац. Победитель множества международных турниров по покеру и завсегдатой московских казино теперь занимается политикой. Навыки мыслить стратегически оказались кстати. В своем докладе он рассказывает про необходимость работы с населением, одна из форм общественной контроль. Как это сделать? Ну, может быть, для начала перестать бояться любой неконтролируемой активности. Потому что у нас власти боятся любой активности, которую они не контролируют. Только возникает что-то независимое, они сразу побыстрее хотят это как-нибудь или законтролировать с помощью того, что давать этому деньги, или разломать это, чтобы оно, не дай бог, само вдруг не заработало. Впрочем, в Нижнегородской области обратная связь с властью есть. Руководитель Ассоциации предпринимателей Нижнего Новгорода Максим Старостин считает, все дело в правильном посыле. Если общественность выдвигает своевременные идеи, настаивает, тогда власть поворачивается к ней лицом и готова к совместной работе. Направления могут быть совершенно разными. Есть у нас и положительные опыты, когда обсуждали проблемы развития предпринимательства города, области, встречался и шансов с нами, и диалог какой-то состоялся. И мы постоянно находимся в диалоге с администрацией города. Что-то получается, что-то нет. Ну, как бы шаги эти есть. Конечно, хотелось бы, чтобы они более активны были, но я думаю, все у нас получится, все впереди, все будет хорошо. Это же закон жизни. Возможно, с введением общественного контроля станет менее масштабной другая проблема – коррупция. Главный элемент социальной несправедливости практически побороли в Восточной Европе и Азии. Пример ставят Сингапур, Южную Корею, Гонконг и даже Грузию. У нас же проблемы еще существуют. По словам докладчика, это главный механизм разрушения управления государством. Основная цель вот таких общественных вещей – это все-таки, если хотите, в таком высокопарном смысле – это просвещение. Чтобы люди понимали вообще, с чем мы имеем дело. Потому что коррупции говорят очень много, но на самом деле ни ее суть, ни ее влияние, ни ее значение мало кто понимает. В школе лидеров каникул не будет. Напротив, здесь ждут новых экспертов, которые приведут уроки на актуальные политические темы. Антон Ганин, Ренат Викбаев, Объективно, ННТВ.